Древняя детальская игра цель-шизы была применена в конце XII века. В общем, по многих книжках про неё написано. Форма, которую мы с вами сегодня найдем для выигрышных и проигрышных позиций, совершенно прописающая. Эта игра имеет самое прямое отношение к Фибоначчи системе счисления и к словам Фибоначчи. Сегодня, соответственно, нам придется узнать, что это такое. Итак, смотрим на дух. Понимаем, вот это проигрышная позиция. Почему? Потому что, ну как, это означает, что игра уже закончилась. 0-0, это наш противник только что у нас выиграл. И, собственно, всё. Значит, сейчас я проставил буквы В на всех полях, из которых можно попасть за один ход сюда. Теперь внимание. Вот здесь я пишу букву В. Здесь я пишу букву В. И опять занимаюсь расстановкой букв. Букву В я ставлю на все поля, с которых можно попасть на противень. То есть, если можно заставить противника нашего проиграть, значит, мы можем выиграть. Вот, 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 все это выигрышные позиции. Потому что можно сдвинуться направо и попасть на противень. Давайте быстрее пишем и имейшем оттенку. Значит, по диагонали надо поставить плавное, не ошибиться. Потому что я сегодня проводил ровно эти занятия маленькие. Почему я решил сам это сделать? И, извините, в одном месте написал букву не туда, не заметил и всё. Второй раз я уже заполнять таблицу не стал. Я увидел, что произошла ошибка и на этом остановился. Поэтому, пожалуйста, сейчас за мной абсолютный контроль. И, извините, мне нужно получить правильный список проигрышных и проигрышных позиций. Так, пожалуйста, проследите. Значит, у меня пока... Кстати, давайте я вам тихонечко выписываю эти позиции. 0,0 это проигрышная позиция. А также позиция 1,2. Ну, соответственно, 2,1, да. Вот, я уже, уже две позиции, ну, вернее так, три, но из них две симметричные. Поэтому, по большому счету две нашел. Так, куда я теперь пишу букву P? Согласны, что сюда? Нет, не сюда. Потому что я забыл над этой буквой P везде проставить. Видите? Так, ребята, будьте бдительны. Иначе я вас обсчитаю, а потом уже будет мнение невозможно. Здесь надо было поставить букву P. Заметьте, пожалуйста, в каждом вертикальном столбце у меня только одна буква P. То же самое, в каждой горизонтальной строчке то же самое. Не может быть... Только одна, только-только одна буква P. И на диагонали, как только P возникла, так дальше вся диагональ уже состоит только из буквы V. Ну, что? Что это? 3,5 и 2. Совершенно верно. Совершенно верно. Ситуация 3,5 и симметричная есть ситуация 5,3. И теперь быстренько над этой буквой проходим. Везде пишут букву V. Вот так, вбок. Везде, до бесконечности. Ну, у меня, конечно, бесконечности это число 20, но можно было бы, конечно, и дальше. Значит, от каждой буквы V направо, вверх и диагонали. Я должен тогда ставить V, V. Цель – сформировать список. Кстати, помните, мы с какой игры начали? 5 в одной и сколько? 8. И 8 в другой. Интересно, эта ситуация у нас уже какая же? Выявочная. Оказывается, что надо было идти в ситуацию 3,5. Видите? То есть выявивающий ход ввел вот сюда. Так. Ну все. Одну кругу P. Туда сделал, туда сделал. Теперь по диагонали. Заметьте, пожалуйста. Когда мы движемся по диагонали, то при этом разность в количествах конфет в двух кучках у нас не меняется. Вот сначала у нас возникла буква P на той диагонали, где порван конфет в кучках. Потом, когда отличаются на единицы. Теперь отличаются на двойку. Следующий шаг. 4,7. А? 4,7. Ну замечательно. Не на сколько будет отличаться? А? На 3. На 3. Совершенно верно. Вот это очень важно. Мы все время увеличиваем разность. То есть в данном случае действительно получается 4,7 или 7,4. И теперь проходим, расставляем муточки. Это уже. Да. Здесь. Так. Теперь надо пройти по диагонали. И вверх. Так. Теперь надо с этой буквой P собраться направо. Заметьте. Кажется, что таблица огромное, но я уже большую ее часть запомню. То есть это не такая уж и трудная работа. Главное понять принцип. Главное понять принцип. Так. Нет. Еще записать ответы. Значит. 1,2. Что там было дальше? Следующий. 3,5 да? 3,5 да? 3,5 да? 3,5 я понимаю. 4, что? 4,7. Что еще? 4,7. 7,7. Нет. Я понимаю. А еще? Как все? Нет. 5,9. 5,9. Не верю. Не верю. Не верю. Не верю. 5,9. 6,10. Это 5 жульничество. 6,10. Смотрите. На букву P я забыл проставить. 6,10. Вот 6,10. Вот у меня все время я трогнусь и из-за этого ошибаюсь. 6,10. Так. На букву P я над 7 проставил? Так. 6,10. 6,10. Пожалуйста, меня контролируйте. Потому что как только вы меня перестанете контролировать, я сразу отобьюсь от рук и сразу вас обману, а потом сам буду плакать. И сам же буду плакать. Зачем же я вас опомнил? Так. Букву V расставим. Теперь по диагонали ставим углы сюда. Все? Ну а там даже нельзя подливать вверх. Что нельзя? Ну да. Нет, ребята. Я понимаю, что тут у нас все заполнено, но вот этот молик у нас еще не заполнен. поле. 13. Поэтому, собственно, никто не мешает нам с вами. написать сюда какую букву? А? Какую? П. 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 И это что за поле? Ну а вот? В? 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 8-13-5, действительно, но я же не буду на стенке, я же хочу, чтобы дело было чисто, поэтому и подписать на стенку я ни в коем случае не буду. Но у меня есть еще возможность, не переходя на стенку, сюда поставить что? 15-5. Это будет 15-9. Заметьте, осталось чуть-чуть. Но сюда я еще могу что написать? Б, конечно. Здесь будет буква В, здесь будет буква В, здесь будет буква В. Кстати, В... 18-10 у вас уже есть, пока. А? 18-10 у вас уже есть, пока. Ой, 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 обманули, обманули. Да, стоп, а тогда я здесь не имел права писать В, да? Так, я здесь как раз... Вот что же я тут поленился, да? Вот опять же сейчас собьюсь. Опять же, так, по горизонтали могу. Так, что... Вот туда надо писать, да? 18-11. Я прав? 18-11. Так, ребята. 18-11. Ну да, все. Дальше уже действительно надо было таблицу расчерчивать гораздо больших размеров. Наверное, кто-то из вас это запросто может сделать. Но мы лучше с вами посмотрим. Посмотрим. Посмотрим сюда. Ну, во-первых, если я ношу эти поля, то, разумеется, точно так же я вам объясню. 18-12. 19-15. 11-18. Ну, понятно, что эти два столбца отличаются при столбке. Поэтому, по сути, мне будет интересно разобраться с этими чиселами. Есть последовательность некоторых пар. Это проигрышные позиции игры Цзянь Шиз Цзю. Так? Так. Каким свойством обладают эти пары? На самом деле, следующий случай. Любое нейронное число встречается ровно один раз. Это соответствует тому, что если у вас где-то возникло, то уже все над этой клеткой уже будет выигрышно. То есть два раза, скажем, если у вас есть позиция, не знаю, там, вот 6-10, то там 6-11, 6-12. Это все уже будет выигрышно, потому что с них можно попасть на эту позицию. Таким образом никакое число дважды не встречается. Дальше. Смотрите, вот здесь разница равна единице, здесь двойки, здесь тройки, четверки, пятерки, шестерки, семерки. Это совершенно случайно. Это соответствует тому, как мы с вами создавали. Вот здесь была на главной диагональной буквы П, потом на соседних, потом на соседних, на соседних, на соседних. Вот так вот устроен процесс появления буквы П. Значит, совершенно случайно образом разница будет все время возрастать на минус. Если вы подумаете секундочку, то обнаружите, что этим правилам, если знать эти правила, что любое натуральное число встречается здесь, или следует здесь право, и при этом разница своей должна быть возрастать на минус, на самом деле вся эта последовательность уже жестко задана. Ну, посмотрите, вот дальше, чтобы узнать, что будет, мы же можем просто посмотреть так. Один было, два было, три было, четыре было, пять было, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. О, двенадцать не было. Двадцать. Значит, двенадцать пишем, здесь разница семь, значит, там разница восемь. Значит, будет двенадцать двадцать. Поняли? После этого смотрим, какого штата наименьшего теперь не было, пишем, прибавляем ему там. Следующее число. Таким образом, эта последовательность на самом деле без этой таблицы легко расстраиваться. Знаете, первая часть сегодняшнего занятия закончена. Я объяснил, что такое проигрышные позиции игры, взяли шить из игры. Начинается вторая часть нашего занятия, которая называется сломан Фибоначи. Так, скажите, пожалуйста, кто из вас значит пропоследователь Фибоначи? С числа Фибоначи. Да, да. Это когда это число, когда там, ну, кажется, это число, нас не будет на ведущих. Ну, давайте, давайте продвигаемся. Ноль, один, один, два. 3, 8, 12, 11, 13, 15, 15, 15, 14, 15. Молодец. Так, а историю про кроликов, знаете? Историю про кроликов. Поднимите, вы знаете историю про кроликов? Кролик, это с ушами. А, которые в клетке можно рассадить? Нет, не в клетке, а которые живут, кушают, ракурят. Я в жизни с кроликами встречался один раз, когда, например, бежали, сосед разводил этих самых кроликов, значит, они в свой клетку бежали, бежали на огород, значит, взрослые поймали их, посадили в странные углы у нас в нашей клетке, которые предотвращались, в общем, не для них, но посадили. И пока там сосед с работы не пришел, это был долг, как-то получилось. Я очень хорошо помню, как я им таскал траву, и, конечно, удивительное именное создание. Мне было совершенно все равно, где они сидят. Сидят, все видели. Вот, господа. Кролики, которые в Фибоначчо, кстати, действительно, Леонардо Бизанский в 1200 какой-то год написал книжку, в которой была такая история. Значит, математические кролики рождаются сразу парами. Значит, никаких предрассудков насчет того, что там брату с сестрой нельзя семью заводить. Живут они бесконечно долго. Эти странные, да? И, давайте для простоты скажем, через месяц они уже взрослые и у них уже свое родство. Значит, итак, история. В начале была пара молодых кроликов. Через месяц они стали взрослыми. Давайте так и напишем. Ну, старые, молодые. А это что? Старые. Бывают молодые, бывают старые. Через месяц становятся старыми и уже навсегда старыми. Дальше. Старые. Через месяц с какими старыми? Старыми и у них появились молодые дети. Эти старые дали потокство, а молодые стали старыми. Эти старые дали потокство, молодые стали старыми, старые что дали? Старые. 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 Говорят, я помню. Вы по той таблице видели, что я не боюсь никаких вот этих длинных вычислений. Так. 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 Мне главное не ошибиться. Старые дали потокство. Эти старые, значит, сами остались еще дали потокство, и молодые стали старыми. Я пока прав? Пожалуйста, напишите еще три строчки. Это не так просто, но с другой стороны и не сложно. Я не знаю. Я не знаю. Нет, нет, нет. С, М. Дальше. Из этого М получается С, из этого С получается С, из М получается С, из С получается С, из С получается С, Получается. из S получается SM, из S получается SM, из M получается S, из S получается SM, из S получается SM и из M получается S. Ну, ребята, нет, я не буду писать еще одну точку, если вы мне не скажете простой правиль. Сумма летучая. Не сумма. Конвакцинация, как это называется. Есть одно ученые, а по-человечески говорят, а к одному слову надо им поставить в порядок. Смотрите, вот это вот SM получается так, вот это мы будем писать справа. SM, SM надо к этому писать. Видели? Вот это SMS, SM. Дальше. Каждое следующее слово получается очень простым образом. Надо к предыдущему справа приписать предпредыдущее. Давайте поймем, объясним почему. Представьте себе, что вот это у меня такое вот синее слово. СМС. И пусть вот это у меня зеленое слово. Пусть я уже знаю, что из синего получается оно и еще после него написанное зеленое. Давайте посмотрим, что у нас будет на следующем. Значит, давайте я нарисую слово. Жилье зеленое, из которого получилось синее. А из синего получилось синее зеленое. А из зеленого получится что? Синее. Но, внимание, это же означает как раз, что мы берем предыдущее слово и приписываем к нему предыдущее. Так что, если закон был беремен, то он и дальше будет беремен. Называется и мусором. Так? Пой, ну, цереме. Все прекрасно. Отлично. Таким образом, действительно, каждое следующее слово Фибоначчи получается из предыдущего слова Фибоначчи приписыванием к нему предыдущего слова Фибоначчи. Ну что ж, я сейчас должен писать вот эту последовательность. И приписать к нему вот это. Ребята, мы это сейчас сделаем. И к без dizей ахе. Ах я-х 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 я. Утого Pittsburgh может стать они есть, и там есть, и там есть, и там есть. И вот к этому надо приписать вот это слово. Да, пожалуйста. С, М, С, С, Д, С, М, С, М, С, М. Так, я уже здесь. Так, первое место было вот это. Потом было опять М, С. Потом было С, М. Осталось С, С, М. Кто видит связь между этой задачей и будущей? Кто видит связь этой задачей с этим? Вы, как садитесь, после того, как я вам это скажу, вы скажете, ну, конечно, мы это все время знаем, все время очевидно. Но очень важно, что сейчас вы видите. И не потому, что вы хотите неправильно. Нет, это действительно маленькое математическое чувство. Это просто надо увидеть. Всего лишь два кусочка. Всего лишь два кусочка. Всего лишь два кусочка. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять. Пожалуйста, контролируйте. А? Потому что я сейчас обязательно ошибусь. Не понимаете, что я делаю? Я пишу подряд натуральные числа. Только там, где у меня буква М, пишу сверху, синим мелом. Там, где С, пишу снизу. Двадцать пять. Главное не ошибиться. Двадцать шесть. Двадцать восемь. Двадцать один. Тридцать четыре. Так, теперь здесь двадцать семь, двадцать девять, тридцать, тридцать два, тридцать три. Что? Нет, ну что, спросили? Нет, нет, нет. Ага. То есть вы все видите? Нет. А какая сеть здесь? Смотрите. Ну, вон. Вот вы знаете, я не могу сказать. Нет, я не могу сказать. Нет, я могу сказать. Если посмотрите на эти числа. Один, три, четыре, восемь, девять, одиннадцать. Смотрите. Один, три, четыре, шесть, восемь, девять, одиннадцать. Красные числа действительно, что называется первые. Вот. А синие числа. Два, пять, семь, десять. Два, пять, семь, десять. Вы правы, красные? Да. Вот. Теперь давайте мы постепенно начнем вводить какие-нибудь обозначения. Обозначения у нас будут очень простые. Номер n буквы s мы с вами обозначим а-н. А-н это номер n по порядку n по порядку буквы s. Ну и вы понимаете, что bn это номер n по порядку n по порядку буквы m, да. Я сейчас докажу очень простое равенство оказывается, что bn минус a-n это n. Обратите внимание, я же говорил, что вот эти числа, это весь натуральный ряд, только способный к два столбца, да. И что здесь есть правило, что разность все время увеличивается на единицу. Поскольку у меня для а-н и bn помыло то же самое, то есть каждое натуральное число, либо снизу написано, либо сверху, либо синий, либо красный, то как только я докажу вот эту форму, что bn минус a-n это n, у меня сразу получится, что ничем иным, кроме как вот этими числами, номера n по порядку буквы бить не могут. То есть, ровно как я вот это объясню, так выяснится, что первая и вторая из сегодняшних задач, это одна та же задача. Понимаете, о чем я говорю о том? Отлично. Ну вот здесь и дальше проблема. Она состоит в том, что этот факт очевиден. На самом деле этот факт совсем очевиден. Надо просто присмотреться к тому, как у нас устроены эти слова, как они получаются, и действительно вы поймете, ну и вспомните определение того, что такое айнное и что такое бнное, и вы поймете, что действительно эта формула очевидна, ну и поэтому связь между первой и второй сегодняшней задачами действительно поняла. Значит, господа, смотрите, вот как у нас вообще устроено. Вот у нас здесь есть буква s, да? Вот это первая буква s, это вторая буква s, это третья, четвертая, пятая. Разумно? Смотрите, откуда в следующем слове получаются, откуда в следующем слове получаются, откуда в следующем слове получаются буквы m? Треть пустой. Дети было только, смотрите. Буква m возникла, откуда? Буква s. Вот, вон не бывает. Такое внимание. Первая буква s, вторая, третья, четвертая, пятая. Так вот, от этой пошла первая буква m. От этой пошла вторая буква m. От этой пошла третья буква, и от этой, понимаете, да? Ну хорошо, хорошо, но смысл понять. Значит, у военных есть соответствующий анекдот. Может ли сын полковника стать генералом? Так что генералы и собственность. Совершенно верны. Нет, потому что генералы тоже есть сын. Здесь то же самое. Если у нас имеются соответствующие буквы, и они идут в порядок, то у каждой буквы s ровно один m. Соответственно, n-ая буква m возникает не просто так, а возникает она из n-ой по порядку буквы s. Хорошо, да? Отлично. Вот давайте это сейчас начинаю сказать. Значит, господа, смотрите. У нас имеется какой-то там рядом буквы, 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 и где-то здесь у меня имеется n-ая буква s. Она дала потомство, ну, то есть сама осталась и дала на букву m. Это была n-ая буква s. И по определению она стояла на а-н-ом месте. То есть всего здесь а-н-ая буква вместе с ней. Согласны? Отлично. Ну как? Буква m, если здесь была, то она переходит в одну букву, а буква s переходит в две. Согласны? Так вот, вот эта буква, это n-ая буква m. Значит, она стоит на месте с каким номером? bn, правильно? Значит, вот здесь вот у нас bn-ая всего буквы, в том числе включая эту. Вот это bn-ая. То есть, представляем теперь, простое заявление. Если было в стиху а-н-ая буква, при этом некоторые из них остаются. То есть m, она просто меняется на букву s, но количество букв не меняется. А некоторые из них превращаются в две. То есть дают еще одну и букву. То сколько появится много букв? Понятно? Ровно n штук. Столько, сколько здесь было с, а это было n-ая буква, поэтому было s, n. Понятно? Вот и получается, помню, что bn-ая, это а-н-ая плюс n. Поняли? Все, тебя я вам наказал. То есть вторая сегодняшняя задача решена. Скажите, что выражу? Мы с вами разобрали две задачи. Одна про сельшицы. И у нас возникли выигрышные и прорывы, что выразите. Другая про слова Фибоначчо. И у нас оказалось, что, оказывается, n-ые номера, они, собственно, и дают нумерацию выигрышных и прорывы, что выигрышные позиции. Сейчас третья из задач, которую мы сегодня обязательно решили. Только для этого нужен хороший регулятор. У кого-нибудь из вас есть? В принципе, я работаю с собой, но не хочу включать. У кого-нибудь есть, для этого есть хороший регулятор? А? Ну, у которого есть более из пяти. Собственно, вся хорошая. Продолжение в том, чтобы он был более из пяти. Есть? Отлично. Ну, давайте мы наступим сначала, либо сейчас. Нет, вы будете изменить. Я буду с вами с вами. А вы будете считать. Значит, господа, я сейчас прошу вас сделать последующую ручку. Написать 1 плюс 0 из 5 разделить на 2 и сказать мне, сколько будет. С хорошей точностью. Вот сколько у вас регуляторов дает, цифр, столько и дайте. Пожалуйста. Сколько будет. Одна целая, потом запятая, потом шесть. Шесть. Нет, я не могу так говорить. По цифре. Шесть. Один. Восемь. Дальше до 9-8-8, да? Так, ну хорошо, я вам уверен. Значит, теперь умеете его в память отправить? Я только шестер. Поздравляю. Ему все равно надо будет воскресить. Отлично. Отправить его в память. А дальше требуется делать следующее. Вроде 9-8-9. Господи, я не могу. Сотвориться будет. Так, а теперь дальше. Еще раз его запутали в память. А теперь надо будет умножать на 2, на 3, на 4, на 5 и так далее. И каждый раз говорить мне ответ. Я решила, что лучше повторить. Что? Только вот что. Если честно, мне нужна будет только первая цифра дозы битой. Так, кто у нас будет работать? Давайте. На 2 умножайте и говорите. Сколько будет? 3 целых. 3 целых. Дальше. На 3. Вот то же самое. Не на это, а вот это. Что умножать? Вот это число будете все время умножать. На 2, на 3, на 4. На 3, а 4 целых. Так, 4 целых. Дальше. 6 целых. 6 целых. Дальше. 8 целых. 8 целых. Дальше. 9 целых. 9 целых. Дальше. Так, стоп. 11. Да, 11. 11. 11? Господа. Оказывается, что АНН это целая часть единицы плюс корень из 5. Пополаду умножить АН. Просто на 2. Вы помните, что ВНН это было АНН плюс Н. Ну, когда Н прибавишь, оно же в целое число, в целую часть когда выгоняется легко. Поэтому, где-то будет такая, представляющая штука. 3 плюс корень из 5 пополам умножить АНН целой части. Вот они. Точные, явные формулы для АНН-го и ВНН-го. АНН задается, заметь, абсолютно четкой формулой. Один на школе из 5 пополам умножить АНН тоже задается в такой же формулы. Вот оказывается, что эта вещь придумана вчера. Это было доказано в середине 19-го века. Стало замечательным физиком. И я сейчас хочу вам эти, собственно, я вам доказать. Значит, я для того, чтобы это сделать, докажу гораздо более интересную теорему о чередующихся целых частях. Значит, такая история. Представьте себе, что у нас имеется вещественное внимание. И из начала координат, из точки 0, отправились два путника. Синий и красный. Синий, я должен взять синий, потому что, что я не могу. Ходит все время отрезками одной и той же длины АН. Некогда величина одна и та же. Ну, я уж, конечно, не равный отрезковал, но тем не менее. Красный. Ходит. Тоже равными отрезками. Но в какой-то другой величины. Поняли? Поняли. Да. Какая-то там, ну, единый диаметр, я, конечно, не ровно отрезковал. Но смысл понятен. И мы с вами смотрим на вот эти точки. И от каждого из этих чисел возьмем целую часть. Вопрос. При каких Альфа и В? Во-первых, все эти целые части будут разные. А, во-вторых, они покроют натуральный ряд без зазоров. То есть, любое натуральное число... То есть, посмотрите, ребята, у нас же ситуация здесь ровно такая. Роль Альфа исполняет один плюс корень из пяти пополам. Роль Бетта исполняет три плюс корень из пяти пополам. Когда я беру целые части, то оказывается, что любое натуральное число, это или целая часть такая, или целая часть такая, и не бывает, чтобы они совпали. Поняли идею? Так вот, оказывается, что правило потрясающе простое. На эти числа Альфа и В следующие условия. Альфа больше 0. Ну, это понятно, да? Желательно все-таки идти направо, а не на лево. В это больше 0. Тоже понятно. Дальше. Обязательно нужно, чтобы сумма их обратных величин равнялась бы единице. А также Альфа должно быть численным и репарциональным, и Вета, соответственно, тоже. Фу — это множество всех репарциональных чисел, то есть множество всех равен. Альфа — это один из горячих пунктов. Необходимое и достаточное условие для того, чтобы наше последовательное значит все как мало. Давайте я объясню, какое отношение вот эти вот наши числа имеют к нашей задаче. Оказывается, самое прямое. Если в качестве Альфа взять вот это число, давайте я напишу, Альфа — это один из горячих пунктов пола. А в качестве Бета взять вот это число, три из горячих пунктов пола. То они, во-первых, иррациональные, ну это понятно, в горячих пунктов пола. Во-вторых, положительные, ну это еще более понятно. А в-третьих, сумма их обратных величин вычисляется очень просто. Это два разделить на один плюс корень из пяти. Плюс два, деленное на три плюс корень из пяти. Господа, давайте я объясню, почему это единица. Ну просто к общему знаменателю надо привести. Если я умножу на этот знаменатель и на этот, то получу, смотрите, что. Шесть плюс два корня из пяти, плюс два плюс два корня из пяти. Это есть произведение вот этих чисел. Один плюс корень из пяти на это. Ну сначала вот это умножаем на один, получаем три плюс корень из пяти. А потом это умножаем на корень из пяти и получаем, тоже понятно, что. Три корня из пяти плюс пять. Ну, давайте смотреть. Значит, здесь у меня четыре корня из пяти, здесь четыре корня из пяти. Здесь у меня восемь, а здесь у меня шесть плюс два. Отлично. Вторая граница из пяти. Таким образом, как только я докажу эту вот общую замечательную теорему, Просто конкретный случай для этих конкретных чисел, откуда взялись эти числа, очень легко понять. Мне важно, чтобы здесь разница равнялась n, то есть у меня на самом деле такая система. 1α плюс 1β равно 1, и еще β равняется α плюс 1. Давайте я напишу систему, значит, β – это α плюс 1, и 1α плюс 1β – это единица. Ну понятно, система из двух равнений совершенно запросто решается, не представляешь, получаешь вот это равнение, не решаешь. Единственным образом всё находится. Дадим образом, нужно всего лишь доказать вот эту замечательную диалему про числа. Это можно делать разными способами. Давайте я, во-первых, объясню вам, откуда берется условие, что единица, деленная на α, то есть единица, деленная на β, должно быть равна единица. На самом деле, это абсолютно естественное условие. Рассказываю. Вот берем какое-то очень большое неправильное число. Ну, я не знаю, там, миллиард миллиардов в миллиардной степени, и еще, это потом не забыть, там, бактериал взять, и еще миллиардную степень развести, да? Это не такое огромное число. И задаю себе вопрос. Если там везде, вот у меня там целые части, целые части, целые части, то сколько штук, собственно говоря, таких чисел, вот представьте себе, то есть у меня есть числа 1, 2, 3, и так далее, а некоторые число, это большое. Какие числа могут претендовать на то, что когда берешь целую часть α, умножаешь на х, то получается не больше, чем n? Какие нормальные числа х удовлетворяют такому нерависту? Ну, понятно, какие. Надо, чтобы αх было меньше, чем n плюс 1. Другими словами, надо, чтобы х было меньше, чем n плюс 1, делить на α. Согласны? То есть их, ну там, конечно, там их у нас взять, их более или менее n разделить на α. Согласны? Отлично. Задаю такой же вопрос. Какие числа y удовлетворяют тому, что βy, такому не нравится, βy не больше n. Ну понятно, опять βy должно быть меньше, чем n плюс 1, y должно быть меньше, чем n плюс 1, делить на b. Ну вот, значит, y тоже примерно n, делить на β штука. Мораль. Этих n делить на α более или менее, этих более или менее n делить на β, а должно-то быть всего n. Ну, значит, 1 α v плюс 1 β обязательно единица. Уговорил? Поняли? Это просто количество штук. Иначе у нас будет расхождение в количестве этого числа. Очень хорошо. Ну, это не равенцы, не обсуждается. β больше 0, α больше 0 тоже должно быть. Теперь представьте себе, если мы уже знаем вот эти две условия, почему у нас обязательно α и рациональны? Отведущим просто. Если бы α было рациональными, то, смотрите, из этого уравнения и β тоже было бы рациональными. Согласны? Если диалоги переварчивается, то почитается. Вот β бы тоже рациональными. Но если у нас и α и β рациональны, то можно, когда берешь у этих штук, и эти целые части, в качестве x браться такое число, чтобы у нас знаменательство с x сократилось. И получится, что у нас здесь вот под целой частью стоят скучность кратного какого-то числа, правильно? И все кратные некоторого числа у нас будут входить в последовательность. Отлично. Ну и точно так же. β рациональны, поэтому все кратные какого-то другого числа будут входить в последовательность. Ну, извините, если у нас есть все кратные какого-то числа а и все кратные числа b, то число а умножить на b обладает замечательным свойством. Оно входит и туда, и туда. И поэтому получится, что какая-то целая часть встретится у нас и в той, и в той последовательности. Поняли? Значит, и рациональность обязательно что? Нужна. Правильно? Теперь, значит, о чем у нас это разговаривает? Я сейчас должен в обратную сторону доказать утверждение. То есть, дано теперь, что альф больше нуля, β больше нуля. Альфа и β это рациональные числа. Нужно доказать, что если сумма их обратных величин равна единице, то в таком случае любое натуральное число это или целая часть каких-то там альф, или целая часть каких-то бета. Причем не бывает одновременно. Если некоторое число предоставимо и в виде альфа n, и в виде βm, то у нас должны выполняться некоторые неравенства. Что значит, что целая часть числа альфа n это k? Очень хорошо. Значит число альфа n больше, равно не бывает, у нас альфа и рациональная ночь больше чем k и меньше чем k плюс 1. Значит я просто пишу такие неравенства. Альфа n больше чем k, меньше чем k плюс 1. То же самое. βm больше чем k, меньше чем k плюс 1. Давайте подумаем, какие отсюда неравенства на 1 альфа. Делим на альфа. Получаем k делим на альфа, меньше n. И делим на k. Получается 1 альфа меньше чем k делить на k. Очень хорошо. Здесь то же самое. Делим на альфа, делим на k плюс 1. Получается, что 1 альфа больше чем n деленное на k плюс 1. Точно так же из этих неравенств можно написать 1 альфа, деленное на β. Это меньше чем m деленное на k, но больше чем m деленное на k плюс 1. Очень хорошо. Давайте же сложим 5 неравенств. Тогда здесь сумма будет равна единице. Левая часть это будет n плюс m деленное на k. А правая часть это будет n плюс m деленное на k. n плюс m деленное на k. Что отсюда следует? Очень простая штука. n плюс m меньше, чем k плюс 1. А отсюда k меньше, чем n плюс m. Опять, как забавно. Получилось, что натуральное число n плюс m больше k, но меньше, чем k плюс 1. Давайте-ка я это напишу. n меньше, не, не, n плюс m. n плюс m меньше, чем k плюс 1, но больше, чем k. Такого-то натурального числа не бывает. Натуральное число не может оказаться между двумя соседними натуральными числами. Таким образом, одно и то же число не может быть одновременно и целой частью скольких альфа, и целой частью скольких. Таким образом, дважды не бывает. Теперь вопрос. А может, какое-то число вообще не окажется ни среди целых частей чисел альфа, 2 альфа, 3 альфа и так далее? Ни среди целых частей чисел альфа, 2 альфа, 3 альфа и так далее? Что бы это означало? Очень простую вещь. Представьте себе, у нас есть некоторое число k, оно не оказалось целой частью скольких альфа, и не оказалось целой частью скольких век. Это означает простую вещь, что на отрезке от k до k после единицы ни синие, ни красной точки не оказалось. Давайте посмотрим, что это реально означает. Это означает, что мы перепрыгиваем интервал k до k плюс 1. Представьте себе, что здесь было какое-то число альфа n, здесь альфа умножить на n плюс 1. То же самое, здесь было какое-то число в это m, здесь в это умножить на n плюс 1. Сразу можно выписать много неравенств. Альфа n меньше, чем k. k плюс 1 меньше, чем альфа умножить на n плюс 1. Бета m меньше, чем k. k плюс 1 меньше, чем бета умножить на m плюс 1. Ровно так же, как мы только что делали. Пишем каждое из этих неравенств. В верхнем ключе про альфа, в нижнем про альфа переписываем. Смотрите, значит, 1 альфа больше, чем n разделить на k. Отлично. Вот это неравенство. 1 альфа в меньше, чем n плюс 1 делить на k плюс 1. Очень хорошо. Здесь единица делить на бета больше, чем m разделить на k. Отсюда единица деленная на бета меньше, чем m плюс 1 деленная на k плюс 1. Очень хорошо. Теперь вы понимаете, что я складываю вот эти два альфа. 1 альфа плюс 1 на бета – это единица. И получаю замечательный результат. Единица больше, чем n плюс m делить на k. Единица больше, чем n плюс m делить на k. Очень хорошо. Единица меньше, чем n плюс m плюс 2 делить на k плюс 1. Очень хорошо. Единица меньше, чем n плюс m плюс 2, если это делить на k плюс 1. Очень хорошо. Теперь надо просто каждая из этих неравенств написать более понятны. Значит, первое из них такое. k больше, чем n плюс 1. Второе. k плюс 1 меньше, чем n плюс m плюс 2. Если единичку из обеих частей вычтем, то получится k меньше, чем n плюс m плюс 1. Господа, опять та же история. Число k оказалось зажато между n плюс m и n плюс n плюс 1. Увидели? k больше, чем n плюс m. Вот эти. k больше, чем n плюс m. Вот отсюда. И k меньше. Ну, k плюс 1 меньше, чем n плюс n плюс 2. То есть k меньше, чем n плюс n плюс 1. Не бывает числа между n плюс m и n плюс n плюс 1. Ну вот. Ну, нажали. Но тем не менее, доказательство. Оно ничего, кроме естественного умения, работать в целом и чистом не требует. И поэтому я считаю, что полезно было вам это доказательство сказать. Теперь, я рассказываю. На самом деле, для разных, в общем, вот эти все длинные неравенства, конечно, были совершенно нужны. Но, ребята, оказывается, можно было сделать так. Вот, давайте возьмем какое-нибудь натуральное число, например, k. Давайте спросим себя. Какому неравенству должно удовлетворять натуральное число m, чтобы целая часть альфа m была бы не больше, чем k? То есть, вот мы берем целую часть альфа, целую часть двух альфа и так далее. Насколько большим можно взять m, чтобы так выполнилось? Ну, понятно. Целая часть не больше k, это означает, что альфа m меньше, чем k плюс 1. То есть, на самом деле, m меньше, чем k плюс 1 делить на альфа. Очень хорошо. Очень хорошо. Значит, на самом деле, наибольшее число, это целая часть вот этого вот, k плюс 1 делить на альфа. До этого нужно, а дальше уже нельзя. Задаю себе такой же вопрос про β. βn меньше или равно k? Это значит, βn меньше, чем k плюс 1 делиться, n меньше, чем k плюс 1 деление на β. Значит, итак, на самом деле, сколько же будет чисел? Сколько же будет чисел, которые, целые части, у которых попадут на этот ответ? Ответ очень простой. Надо взять целую часть вот этого числа и прибавить целую часть такого числа. Сказано, сделаем. Значит, я должен k плюс 1 разделить на альфа, взять целую часть, ровно столько будет возможностей для целых частей, вот альфа, два альфа и так далее. И, кроме этого, я должен прибавить вот этот, целую часть, k плюс 1 разделить на β. Вот страшно интересный вопрос. Страшно интересный вопрос. Сколько это? Ребята, ответ на это совершенно страшно. Дело в том, что если не писать знак целой части, то ответ совершенно очевиден. Давайте я внизу на нашу формулу без всяких целых частей. Когда k плюс 1 делишь на альфа, и к этому прибавляешь k плюс 1, деленное на β, то вообще-то это будет k плюс 1, потому что его можно вынести за скобку, а скобки будет как раз сумма братьевых величин чисел альфа и β. Очень хорошо. Очень хорошо. Значит, теперь такой вопрос, что происходит, когда берутся знаки целой части? Смотрите, число альфа и рациональное. Поэтому вот это вот число не равняется своей целой части. β тоже и рациональное, поэтому вот это число тоже не равняется своей целой части. Значит, то, что здесь стоит, на месте, просите, вот здесь вот, там, где был выбрасывающий знак, будет меньше, чем k плюс 1. Но обратите внимание, это будет обязательно натуральное число. Потому что целая часть не бывает отрицательной. Так? Еще раз. Меньше, чем k плюс 1. Натуральное число. Да, еще раз. Когда переходишь от этого числа к этому, то, конечно, что ты там теряешь, но теряешь меньше единицы. Понимаете? Потому что отбрасываешь то, что после запятой, но это меньше единицы, потеря. И здесь то же самое. Потеря меньше единицы. Значит, мы потеряем меньше, чем 1 плюс 1. То есть, меньше, чем 2. Так что же это такое? Число, которое меньше, чем k плюс 1, но не может быть, там, на двойку меньше, или, там, на тройку. Насколько оно может быть меньше? А? Сколько оно? Ровно 1. Значит, здесь какое-то? k. Ну, это значит, что ровно k чисел. Среди чисел от 1 до k ровно k штурм. Ну что ж, ну все, это теория доказана. Так что если бы мы взяли не k, а k-1, то среди чисел от 1 до k-1 тоже было ровно k-1 штурм. И значит число k ровно один раз предстоит. Вы все поняли? Так, ребята, теперь давайте посмотрим, нельзя ли было вот эту теорию. Применить хотя бы чуть-чуть другую ситуацию, чем наша. Потому что, конечно, замечательно, что мы доказали такую теорию. Но нельзя ли использовать доказанную нами теорему для какой-то ситуации, кроме той, что у нас с вами в зоне. Да, кстати, геометрические доказательства я вам уже сказал, но оно тем и менее и есть. Советую в кванте посмотреть статью, которая называется «Видю хорошо, а лучше». Там картинки все нарисованы, все есть. Так что, пожалуйста. Автор этой статьи – ба-а-бабов. Это я. Дело в том, что там в статье есть некая задача, в которой крайне важное значение имеет некое слово «а-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб». Это слово нам было настолько важное, что редакция посоветовала не подписывать свою настоящую фамилию, а для того чтобы это учитывательство вынести его прямо. Так что там в автор статьи написано «ба-а-баб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб-аб. Господа, давайте зададимся о такой вопрос. Может ли быть, что разность здесь не 1, 2, 3, 4, а такая? 2, 4, 6, 8 и так далее. То есть, может ли так быть, что АН отличается БН на АН, и при этом, значит, АН это целая часть, скажите, там N, альфа-Н, и БН это целая часть R. Вот, ответ, конечно, нужно. Что нужно для того, чтобы это выполнялось? Вот, простая вещь. Нужно, чтобы БЭТа равнял их к числу АЛФА плюс 2. Ну и, естественно, 1АЛФА плюс 1БЭТа, это должно приняться единицей. Значит, смотрите, вместо БЭТа подставляем АЛФА плюс 2, уравнение приобретает очень простой вид. 1АЛФА плюс 1АЛФА плюс 2, это единица. Приводим к общему знаменателю. Получается АЛФА плюс 2 плюс АЛФА, это АЛФА квадрат плюс 2АЛФА. 2АЛФА исчезает, получается, равен АЛФА квадрат, равняется двойки. Господа, вот она, вот. Оказывается, если вы возьмете число корень из двух, что-то, да, более знакомое, да, из школьной программы число, диагональ, квадрат с площадью 1, и будете его умножать на натуральные числа и все время брать только целую часть, то такая и вот такая последовательность покрывает весь натуральный яд без перекрытия, без зазоров. То есть каждое неправильное число, это или целая часть с каких-то корней из двух, ну, с каким-то неправильным числом, или целая часть вот такого числа. Согласитесь, неожиданно, симпатичный. Вот. Ну, собственно, я думаю, на это будет остановка. Нет, на случай. На случай. Господа, я сейчас это очень много делать. Но, любое число нужно записать в так называемой фибоначьевой системе счисления. Давайте я напишу вам, как число 18 записывается в фибоначьевой системе счисления. Смотрите, система счисления фибоначи устроена так. Надо выписать числа фибоначи, только надо писать их справа налево. 1, 1, 2, 3, 5, чуть подальше. 8, 13, 21 и так далее. И дальше, смотрите, вот, чтобы написать число 18, я должен сделать простую вещь. 18, это, господа, 13, я не ставлю единичку, плюс 5, о, плюс 5, вот, единичка. То есть, во всех остальных местах пишу умный. Вот это называется представление числа 18 в фибоначьевой системе счисления. Теперь, представление числа 11. Ты за, пожалуйста. 11, это 8 плюс 3. 1, вот так вот. Вы видите, что они ничем-то похожи. Эти партии числа. Чем они похожи? Они отличаются на 11. Они как бы отличаются на 11, да? Да. Вот, господа. Не двигайтесь. Выпишите все эти числа фибоначьевой системы и увидите, что выполняется очень простой, замечательный закон. Ну, в общем, надо за ним сделать, посмотреть и все. Все, всего хорошего. До следующей недели. Продолжение следует... Спасибо.